Это произошло почти 100 лет назад. Управляемый человеком аппарат впервые поднялся в воздух. Не больше, чем на одну минуту, на высоту всего нескольких метров. Но эти метры стали гигантским прорывом вперёд. В годы мира и в годы войны. Совместное производство телеканала France Trois, In Enterprise, Lobster Films, Océan Sea при участии Suisse-Roman Tivellision. «Крылья славы. Часть первая». Автор сценария Даниэль Костей. Режиссёр Кристиан Горциани. Композитор Ричард Сандерсон. У человека всегда была мечта о полёте. Но первые попытки её воплощения, подражать птицам, оказались неудачными. Хотя первые конструкторы и придавали этому направлению инженерной мысли большое значение. Вскоре интерес к авиации появился и у военных. В конце 19-го столетия французская армия потратила, в современном выражении, более двух миллионов евро на проект парового летательного аппарата Климента Адера, который так и не поднялся в воздух. Однако Адер первым дал название будущим машинам — самолётам. После долгих неудачных попыток в Европе был наконец-то создан первый настоящий управляемый самолёт, авторами которого стали два велосипедных фабриканта — братья Уилбер и Орвилл Райты. Им удалось подняться в воздух при помощи рельсовых направляющих и катапульты с противовесом. В 1908 году они взяли на борт репортера с кинокамерой. Так родился новый жанр кинематографии. Вот первые в истории кадры воздушной съёмки. Безусловно, такие возможности не могли пройти в стороне от военных. Отныне слова война, киносъёмки, авиации стали неразделимы. Создатель первых итальянских гидропланов Марио Хальдерара также брал с собой на борт кинокамеру. Снятые им кадры производили неизгладимые впечатления на военных и широкую публику. Безусловно, когда случались аварии, как это, с самолётом Луи Бреге, без кин-репортеров дело тоже не обходилось, ведь зрелище было весьма захватывающее. Опасность всегда привлекала зевак и позволяла заводить знакомства. Среди пионеров авиации было немало и женщин. Ведь это были годы зарождения движений феминисток. Мечтой женщин тех лет были спорт и приключения. Отсутствие у них опыта зачастую компенсировалось дерзостью, как это было в случае бельгийской лётчицы Элен Дютрию. Адольф Пегу, известный тем, что первым выполнил мёртвую петлю, часто брал на борт красивых спутниц. Им разрешалось только на всё смотреть, но ничего не трогать. А это добрый знакомый пионер авиации Шарли Вуазена, который со своим братом Габриэлем построил самолёт англичанина Генри Фармана, чемпиона Франции по велогонкам и пилота-любителя. Именно Фарману принадлежат все первые авиационные рекорды. Вскоре появились и богатые покровители. Светская жизнь била ключом, начались званые приёмы, как было в Бельгии в 1908 году, когда Фарман взял на борт первых пассажиров в Европе. Крупные издания предлагали большие денежные призы. В 1909 году лондонская газета «Дейли Мэйл» объявила награду в 25 тысяч франков первому лётчику, который пересечёт пролив Ла-Манш. Первым претендентом на награду стал богатый бельгийский плейбой Хуберт Летхэм, знаменитый своей вездесущей каскеткой. Его привлекала любая опасность, будь то самолёты или охота на диких животных. Летхэм выбрал для полёта Антуанетту, аэроплан конструкции талантливого инженера Левасёра, известного созданием первых судов на подводных крыльях. У Летхэма были все шансы преуспеть в этом мероприятии и получить награду. Но 17 июля 1909 года его самолёт взлетел и почти сразу же упал в воду. Разочаровавшись в авиации, Хуберт отправился в Африку, где вскоре погиб от рогов Буевола. У его конкурента не было огромного состояния. Этот 37-летний Зоро передвигался при помощи костылей. Его звали Луи Блерю. Он был фабрикантом автомобильных фар из Ной Лип, и любовь к самолётам довела его до разорения. Он едва не сгорел в самолёте собственной конструкции, и тут же приступил к созданию новой машины с трёхцилиндровым двигателем фирмы «Анзани» мощностью в 25 лошадиных сил. В воскресенье 25 июля 1909 года пилот отправился в путь с восходом солнца по требованию газеты «Дейли Мэйл», вскоре напечатавшей на своих страницах, что Англия — больше не остров. За 37 минут Луи Блерю круто изменил ход истории. Вот почему сотни тысяч парижан вышли на улицы города, чтобы его поприветствовать. Военные заказали 300 экземпляров этого самолёта. Итальянцы использовали его для бомбардировок во время боёв в Ливии, что стало причиной массовых протестов, так как ГАКСкая конвенция 1899 года запрещала бомбардировки с воздуха. Так, в конце концов, авиация принесла Луи Брельё целое состояние. 20 лет спустя, в 1929 году, он отпраздновал годовщину своего исторического полёта, представив публике своё новое достижение — самое большое для того времени — бомбардировщик. Увы, но времена пионеров авиации всё больше уходили в прошлое. Превратившая Европу в руины, Первая мировая война пролилась золотым дождём для таких конструкторов, как Кудрон, Брего, Фокер, для фирм-производителей моторов Рено, Испано-Суиза и Рон, создавшие знаменитый реверсивный двигатель. Сегодня трудно представить, насколько значимым был этот скачок для промышленности в части конвейерного производства и сборки, подбора запасных частей, деталей и оперативного ремонта. Через два года после начала военного конфликта с Германской империей французы, англичане и их союзники располагали уже более чем десятью тысячами самолётов. Всего их было построено более ста тысяч. Это было прибыльным делом. Боянам всегда требовались всё более и более мощные самолёты, чтобы устанавливать на них всё более мощные орудия, чтобы с их помощью уничтожать как можно больше врагов. Именно в те годы пропагандистскими кругами всех воюющих стран была создана легенда о воздушных асах, пилотах-рыцарях, лётчиках истребительной авиации. Чаще всего таких будущих пилотов набирали из рядов спортивных молодёжных организаций, как было с американцем Эдди Риккенбаккером. Именно он в 1913 году ездил на авторалли на перегонки с бипланом «Куркис». В 1918 году, с вхождением США в войну, он выиграл в небе над Францией 23 воздушные дуэли. Война в воздухе была не менее ожесточённой, чем война в окопах. На высоте пилоты мёрзли, у них не было парашютов. Сама идея спрыгнуть с ними вызывала у них недоумение. Поэтому в боях, если они не погибали от вражеской пули, то заживо загорали или разбивались вместе с их самолётами. Воздушные дуэли требовали от лётчиков-истребителей очень быстрой реакции. Пилоты были вынуждены выполнять на самолётах хитрые акробатические приёмы, чтобы зайти сзади и расстрелять в хвост самолёт противника. Поэтому чаще всего наиболее удачливыми были наиболее быстрые из них. Например, воздушный германский «Ас» «Манфред фон Рихтгоффен», прозванный «Красным бароном» из-за ярко-крового цвета его триплана фирмы «Фоккер», сбивший в воздушных боях более 80 французских и английских самолётов. Ему был не нужен камуфляж, он был выше этого и погиб, забыв о безопасности. Этот пилот также погиб. Это ещё почти детское, усталое и счастливое лицо принадлежит Джорджу Генемеру. Он был, без сомнения, самым известным и любимым пилотом на этой войне. Когда в 1917 году, в возрасте 23 лет он погиб, на его счету было 56 побед. Асом союзнических сил, одержавшим больше всего побед, был Рене Фонг. Его атаки были не очень агрессивные, но весьма методичны. Он открывал огонь, только тщательно прицелившись. Тратя на каждого противника всего один-два выстрела, сбив 75 вражеских, аэропланов. Фонгу посчастливилось пройти перед строем войск на Параде Победы. Однако его организаторы не предусмотрели воздушного парада, что вызвало негодование пилота в той войне. В знак протеста, один из них, сержант Готт-Фруа, пролетел под триумфальной аркой в Париже. Любимец публики, Жюль Ведрен, совершил еще более экстравагантный поступок, приземлившись на крышу здания галереи Ле Фейн. Все эти довольно сомнительные подвиги иллюстрируют недовольство пилотов обыденной рутиной повседневной гражданской жизни. В США многие из них становились барнстормерами, что может быть переведено как ветрогоны. За деньги они выполняли в небе над населенными пунктами любые трюки. Например, подвешивали себя к самолету за волосы. Среди этих каскадеров было немало женщин. Вот это, например, на лету меняет самолету колесо. Трудно сказать, кто заставил так рисковать эту девочку. По всей видимости, во времена Великой Депрессии ее родители таким образом сумели найти способ извлекать прибыль из ее бесстрашия перед высотой. Участницей наиболее опасных представлений стала Лилиан Бойер. В 17 лет она едва не погибла. Вы видите этот момент на пленке. Однако с возрастом ее трюки становились все более опасными. Став автором более 260 каскадерских номеров в воздухе, она ушла на покой. Определенные возможности отставным пилотам дал кинематограф. Великолепный пилот Пол Манс вскоре приобрел славу лучшего специалиста по опасным трюкам. В этом фильме Пол Манс пилотирует самолет, в который по неосторожности попали популярные герои Лорелл и Харди, записавшиеся в иностранный легион. Пол Манс Пол Манс Это был золотой век фильмов об авиации, ставших популярными благодаря режиссеру Говарду Хоукши. Пол Манс и другие пилоты работали на студиях Голливуда. На съемках одного из фильмов под названием «Полет Феникса» Манс погибает. Он выступал дублером Джеймса Стюарта, построившего из обломков своего самолета нечто вроде летающего плота. «Полет Феникса». Включается камера. Манс взлетает на этом подобии самолета, которое тут же разваливается на куски. Во Франции после завершения военных действий герои неба обрели новый род деятельности. Промышленник из Тулузы Пьер Жорж Латекер задумал основать регулярные почтовые сообщения по воздуху. По бросовым ценам он закупил списанные военные бомбардировщики серии Брэгэ-14 и занялся транспортными перевозками по Африке и Южной Америке. От пилотов требовались прекрасные навыки, чтобы суметь летать на самолетах, давно переживших свое время. Одним из них был Анри Геоме. Его самолет разбился на высоте трех тысяч метров в самом центре Ант горной цепи, разделяющей Аргентину и Чили. Пять дней и четыре ночи пилот шел по лесу, прижимая груди драгоценную сумку с почтой. Впоследствии он говорил «Ни одно живое существо в мире не сделает того, что сделал я». Одному из этих пилотов суждено будет стать символом этой эпохи. Антуану де Сент-Экзюпери, чье лицо вы видите на этих любительских кадрах. Аэроклуб Луаре пригласил его на один из воздушных послевоенных показов на аэродроме в Саран-Орлеане. Этого человека помнят и сегодня. Его книги «Ночной полет», «Планета людей» и «Южный почтовый» пользуются неизменной популярностью. Он пишет о своем одиночестве в небе, представляя его пустыне. Именно его книги лежали на столе пилотов первых рейсовых маршрутов. Но величайшим из них был все же Жан-Нермоз. Он заменил французам героя, которого они потеряли с гибелью Генемера. Его красота окружила женщинам головы, а прекрасная физическая форма помогала ему справляться с самыми сложными самолетами того времени. В то время самолет управлялся при помощи системы жестких приводов, что требовало значительных усилий от пилота. Пилот того времени обязательно был гигантом, настоящим силачом. Механик, наоборот, был довольно тщедушным, ведь ему среди шума приходилось пролезать во все щели летающего чудовища. Вместе с радистом ему особенно сильно доставалось от гроз, обрушивавшихся на самолеты. Штурман в те годы выполнял расчеты так же, как и на морском судне, при помощи секстанта и хронометра, нанося маршрут на карту и давая указания пилоту, используя для работы всего несколько старых приборов. Это было время героев. Вот как писал о нем Джозеф Кассель. Величайшим подарком авиации стало обретение целого нового мира и появление нового типа людей, сверхлюдей. Таким человеком был для нас Мермоз. Он с триумфом пересек Южную Америку. И лишь Сент-Экзюпери судил о нем весьма жестко. В 35-м году он писал ему «Ты не имеешь права рисковать жизнями пилотов, которые попытаются повторить то, что сделал ты». Год спустя Мермоз исчез над Южной Атлантикой. Сент-Экзюпери написал тогда «У меня просят воспоминания о тебе, но у меня их нет. Я не могу выделить тебя среди призраков». Мермоз одолел Южную Атлантику, но идеей века было преодоление Атлантики Северной. Это было в два раза больше по расстоянию. Первым, кто отважился на такой риск, был известный пилот-истребитель Рене Фонг. Ведь помимо славы, высокая была и награда за успех. Реймонд Артек, владелец сети отелей, предложил за успешный перелет 25 тысяч долларов, что сегодня бы равнялось 200 тысячам евро. Для полета Рене Фонг выбрал трехмоторный самолет С-35 конструкции прославного русского инженера Игоря Сикорского, строившего первые самолеты-гиганты в России и США. 21 сентября 26-го года экипаж Фонга в составе его самого, второго пилота Куртена, радиста Клавье и бортинженера Исламова приготовился к вылету в Нью-Йорк. Вот Фонг в последний раз позирует перед камерами, хотя он и знает, что они не готовы к этому полету. Но общественное мнение требовало этого отмена. Самолет был перегружен 30-ю тоннами горючего. Ему так и не удалось взглянуть. Фонг отчаянно пытался затормозить и развернуть машину. В этой аварии Клавье и Клавье и Исламов сгорели заживо, Афонг и Куртен чудом спаслись. Через шесть месяцев их попытку берутся повторить воздушный ас Шарль Нунгасер, победителя Авершева во Франции и его похожий на пирата-штурман Франсуа Колли. Им нужны были деньги. Это было безнадежное предприятие. Их самолет беплан конструкции Левассера под названием Белая птица был даже вынужден сбросить часть груза, чтобы взлететь. Затем он исчез в тумане и пропал навсегда. Несколько дней спустя с того же самого аэродрома в Рузвельте, где потерпел неудачу Фонг, еще один пилот рискнул бросить вызов мечте о преодолении Атлантики, унесший уже жизни шести пилотов. Его звали Чарльз Линберг, ему было 25 лет. Перед камерами он стоял рядом со своей матерью, заплаканной, но счастливой. Все матери в США не могли смотреть без волнения кадры этой хроники. Уже на первых кадрах, запечатлевших Линберга, видно, что по манере общения он в корне отличается от своих предшественников. Первое, что поражает в Линберге, это то, что в нем нет ничего особенного. Это совсем другой тип героя. Это не воздушный ас, не рыцарь. Это мальчишка, такой же, как все. Об этом написали все издания того времени. Именно он стал прототипом для современного пилота, полный энтузиазма, но спокойный и вдумчивый. Вот почему именно на него сделали ставку серьезной финансовой воротилой из города Сент-Луис в самом сердце США. Чем и объяснялась необычность выбора названия этого самолета. Дух Сент-Луиса. Этот пилот уже был довольно известен в летной среде в качестве воздушного каскадера, любившего выполнять мертвую петлю. Свои первые рейсы Линберг выполнял в качестве почтового авиакурьера, отличаясь высокой смелостью и хладнокровием. Он был также хорошо подготовлен и технически, что позволило ему участвовать в строительстве его самолета фирмы «Риан» в Сан-Диего, штат Калифорния. Он хотел максимально облегчить самолет, его общий вес составил всего 900 килограммов. Блестяще сконструированный самолет мог взять на борт 1700 литров горючего, почти в два раза больше, чем его вес. Все пространство на борту занимало топливо. Большой бак был установлен даже на капот перед кабиной пилота, на что Линберг заметил, что из-за ограниченной видимости будет ориентироваться по планшетке. Калифорния 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 Последнее прощание с матерью. И последняя проверка работы двигателя уже на взлетной полосе. Двигатель новой конструкции был изготовлен для этого самолета компанией Райт Вирлвинд. 20 мая 1927 года 7 часов 52 минуты утра. Как и у Фонка самолет Линберга был перегружен горючим. У него возникли трудности со взлетом. К тому же взлетная полоса стала скользкой из-за дождя и Линбергу пришлось маневрировать между телефонными проводами. подробно. Подробный анализ сделанных снимков показывает, что самолет пролетел буквально в нескольких сантиметрах над проволокой телефонного кабеля. «Именно во время этого полета он задумал написать книгу «Господь Бог мой второй пилот». Но в данном случае Бог был скорее все же первым пилотом. Непонятно, как Линберг смог выжить в одиночку. Ведь в течение 33 часов полета ему пришлось бороться не только со сном, но и с переохлаждением самолета и оледенением его частей, а также сильным порывистым ветром, снегом и туманом. Ведь именно от этого еще недавно погибли Нунгесер и Коли. Но Линберг выдержал. Пролетев около 5810 километров при средней скорости в 173 километра в час 21 мая в 10 часов 22 минуты вечера он приземлился на аэродроме Лебурже, встреченный восторженной толпой, посчитавший это за чудо. Для того века это действительно было настоящим подвигом, поэтому символом той эпохи во многом стали кадры взаимного приветствия Луи Бларио и Чарльза Линберга. Если Бларио стал олицетворением первого этапа развития авиации, то Линберг воплощал с собой уже второй этап. Как и всегда, получая орден почетного легиона, Линберг оставался удивительно спокойным и сдержанным. Вскоре он отправился в настоящий тур по Европе от Брюсселя до Лондона. А затем из Шербура на борту крейсера «Мемфис» вернулся в США. Там его ждала мать, вместе с которой они приняли участие в памятном параде в Нью-Йорке, когда было израсходовано 1800 тонн конфетти. Подобное повторилось лишь 40 лет спустя, когда город приветствовал Нила Армстронга, первого человека, ступившего на поверхность Лины. Сохранилось и небольшое выступление Линберга по его прибытии из Франции. Вернувшись из путешествия по Франции, Бельгии, Англии и Европе в целом, «Позвольте мне передать глубокую признательность народу Америки от французского народа». Его подвиг имел неожиданное продолжение. Он начал рекламировать авиацию. Вскоре начали осуществляться регулярные рейсы. Были построены аэровокзалы Лебурже в Париже, Крейден в Лондоне, Темпельхоф в Берлине. Перед взвешиванием багажа происходило обязательное взвешивание пассажиров, имевших право на небольшую ручную кладь. Затем они поднимались на борт и занимали места в каютах знаменитых самолетов «Голиаф», названных так из-за их способности поднимать до пяти тонн груза. «Голиаф» Салон Лебурже Дело привычки. Мисс Бетти Рент никогда не расстается со своей лошадью, даже в самолете. Линберг получил место технического директора компании Transcontinental Air Transport, сокращенно ТВА. Где бы он не появлялся, он везде рекламировал авиационный транспорт. Первые пассажиры калифорнийского рейса приветствовали его криками «Это Линберг» с борта своего самолета. Однако его огромная популярность серьезно навредила ему. Он женится на красавице-пилоте Энн Морроу, однако их первого ребенка вскоре крадут и убивают. Он так и не смог от этого оправиться. Он запил, стал появляться на сомнительных собраниях, встречаться с нацистами, чьи идеи ему импонировали. Вернувшись из Берлина, он делает выступление антипатриотического характера. Во время войны его следы теряются, и в нашей памяти сохранились лишь моменты его жизненного триумфа. Ле Бурже, 1 сентября 30-го года. Великосветская толпа кольцом окружает замечательного пилота Дьодоне Коста, которого на прощание целует жена. Его самолет фирмы Бреге давно уже служил объектом домыслов и сплетен, ведь некий парфюмер Коти, оплативший расходы экспедиции, так и остался неизвестным. По слухам Кост не очень хорошо ладил со своим штурманом Морисом Белонтом. После 37 часов полета их самолет приземляется в Нью-Йорке, а средства массовой информации публикуют весьма необычное заявление Коста. Нам удалось то, что еще не удавалось никому. Так поздравим же друг друга. Однако яркие триумфы 30-х годов вскоре затмила угрожающая пелена. Великие державы соревновались друг перед другом за право первенства в авиации, мобилизуя для этого свои военные и промышленные ресурсы. Тоталитарные режимы боролись за господством в воздухе. На кадрах советской хроники запечатлены знаменитые сталинские соколы. Одна из наиболее любимых прихотей диктатора, как и парашютисты, десантировавшиеся зачастую с неподготовленных для того самолетов. Вторым тираном был Гитлер, пришедший к власти в 1933 году и олицетворявший возрождение Германии. Люфтганза была первым по величине в мире авиатранспортным предприятием с комфортом, перевозившим пассажиров из Европы в Америку. Благодаря Гитлеру над Атлантикой появились дирижабли, знаменитые цепелины длиной 300 метров по размерам корпуса, соответствовавшие небольшому судну, курсировавшие в небе со скоростью до 100 километров в час. Какое зрелище! Их гигантская оболочка была наполнена водородом, газом более легким, чем воздух, но очень опасным. 6 мая 1937 года на подлете к Нью-Йорку взорвался дирижабль Гинденбург, из числа его пассажиров выжили лишь немногие. Это был самый крупный из дирижаблей и последний из них. Лидер итальянских фашистов Дуччи Муссолини установил в Италии диктатуру, сочетавшую в себе амбициозные планы с безумными по замыслу идеями. Муссолини стал отцом создания итальянской аэронавтики, мобилизовал для этого ресурсы группы Фиат и гений талантливых конструкторов вроде Джани Карпони, идеи которого о транспортной авиации намного опередили свое время. Муссолини обожал большие спектакли. Например, на этом поле была выставлена для демонстрации тысяча самолетов. В своих замыслах Муссолини опирался на прекрасного пилота и организатора Итало Бальбо, последствия маршала и министра авиационного транспорта. с первых дней приняв фашизм Бальбо снискал к себе всеобщую любовь. Скоро он стал доверенным лицом Муссолини. Он выступал против союза с Германией, однако, по иронии судьбы, его самолет был сбит итальянскими силами ПВО. В 1931-33 году Бальбо организовал две экспедиции через Атлантику на гидропланах серии Савоиа-Маркетти. Они как на параде пролетели Рио-де-Жанейро и Нью-Йорк. Столь явная демонстрация растущей военной мощи союзника Германии, да еще под командованием целого маршала, не могла остаться без внимания американских военных, требовавших от правительства новых кредитов. В их распоряжении на тот момент были лишь неуклюжие устаревшие истребители Боинг П-26. Строительство авианосцев еще только начиналось, как и подготовка хорошо обученных пилотов. Так период мира подходил к концу. Время мира всегда имеет женское лицо. Таким было лицо итальянской летчицы маркизы Карины Негроне, поставившей мировой рекорд высоты свыше 12 километров. Авиатор Лена Бернстайн установила рекорд мира по продолжительности полета почти 36 часов. А Элен Душе в те годы принадлежали все рекорды скорости. Какие у них были замечательные лица. Хочется перечислить их всех до одной. А это Жанна Ботен из Новой Зеландии, прозванная Грета Гарба Небес. В 24 года она перелетела на небольшом биплане из Англии в Австралию. Она научилась летному мастерству, давая уроки игры на фортепиано, которые затем продала, чтобы купить самолет. Невозможно представить себе такой длительный перелет на столь небольшом самолете без силы духа и мастерства пилотирования. На весь восторг, окружавший ее по случаю прилета в Австралию многотысячной толпы, она непринужденно ответила. Я так рада быть в Сиднее сегодня после обеда. Были такие женщины, как Рут Элдер, которые делали карьеру на любви к авиации. Ей не удалось пересечь Атлантику, но зато она обрела огромную популярность в Голливуде. Что очень характерно для той эпохи. Быть женщиной-пилотом означало быть знаменитой. Трагическая судьба Амелии Эрхард разительно отличается от успешной карьеры Рут Элдер. Амелия тоже пользовалась любовью к авиации для достижения славы, но она всегда была влюблена в небо, мужчины ее не интересовали. Единственным, кому удалось жениться на ней после года ухаживаний, был нью-йоркский медиамагнат Джордж Пэтнам. Ему и суждено было стать ее спонсором и импресарио. Амелия Эрхард была первой женщиной, пересекшей Атлантик. Но вначале лишь в качестве пассажира трехмоторного флокера, на котором адмирал Бёрд пытался перелететь через Северный поле. Во время падения на лед самолет сильно пострадал. Затем его владельцем стал Уилмер Шульц, который отказался передать управление над ним Амелии. Чем и объяснялся ее недовольный вид по прибытии. Несмотря на строжайший запрет, среди пилотов процветала любовь к спиртному. Но у Амелии были и другие трудности с членами ее экипажей. Два года спустя она покорила мир своим первым одиночным перелетом через Атлантику. В Англии ей устроили королевский прием. Там ее часто называли Леди Линди из-за сильного сходства с Чарльзом Линдбергом, на которого она удивительно походила. В гуле работающих двигателей один из журналистов задал ей вопрос «Вы понимаете, на какую опасность идете?» Все с нетерпением ждали слов Амелии, ответившей «Если бы я была не одна, то обязательно повернула назад». А так я чувствовал себя ответственной только за себя одной. Новостями об Амелии пестрела вся светская хроника. Ее друг Пол Манц также упрекал ее в недостаточной летной практике, однако Амелия продолжала выступать в университетах и на конференциях с целью собрать достаточно денег на свой последний проект на кругосветный полет с запада на восток из Америки через Европу в Азию по линии экватора всего около 40 тысяч километров. У нее был хороший самолет марки «Локхит», который уже позволил миллиардеру Говарду Хьюзу установить в то время мировой рекорд скорости. Амелия хотела взять с собой штурмана, но все отказались, считая затею слишком рискованной. В конце концов ее штурманом стал Фред Нунан, человек с сомнительной репутацией, уволенный, одной из авиакомпаний за пристрастие к спиртному. Это был не лучший выбор, но она все же отправилась в путь 1 июня 1937 года. Последний взмах руки, больше похожий на прощание с мужем, это были ее последние кадры. Амелия плохо разбиралась в радиосвязи, в особенности после перехода с азбуки Морзе на частотную связь. Это сыграло свою роль в ее судьбе. Как это ни парадоксально, но ее подвела именно любовь к новейшим достижениям прогресса. Ее самолет в будущем стал прообразом знаменитого Дугласа DC-3. Этот самолет прославил свое время. Благодаря ему были открыты первые авиамаршруты из Америки в Европу. Небо над Тихим океаном уже в те времена активно бороздили транспортные гидропланы серии Clipper компании Pan American, на которых любил летать Линдберг, а также комфортабельные пассажирские самолеты британских королевских авиалиний. Развитие аэротранспортной авиации уже во многом притупило интерес к одиночным сверхдальним полетам. Время уже опередило Амелию с ее рискованным замыслом. Ей почти удалось совершить кругосветный перелет, ее самолет пролетел более 30 тысяч километров. Но с ней никак не получалось установить радиосвязь. Последний этап пути над Тихим океаном превратился для нее в настоящий кошмар. Большую часть времени штурма Нунан был беспробудно пьян, поэтому вычерчивать карту маршрута приходилось ей самой. Ее самолет затерялся где-то среди бескрайнего океана. Лишь недавно стало известно, что на последних остатках горючего ей удалось посадить машину на небольшой Атто. Однако этот остров принадлежал японцам, которые втайне возводили на нем укрепления, готовясь к войне. Они отрубили Нунану голову, а Амелию бросили в застенки, где она впоследствии скончалась от дизентерии. На ее безуспешные поиски были отправлены корабли военно-морского флота США, на которые вскоре обрушились атаки японцев в бухте Перл-Харбор и пилоты Камикадзе. Конец первой части. Крылья славы. Фильм озвучен студии ИНИС по заказу Союз Видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В 1929 году он отпраздновал годовщину своего исторического полёта, представив публике своё новое достижение, самое большое для того времени — бомбардировщик. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Испано-Суиза и РОН, создавшие знаменитый реверсивный двигатель. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сегодня трудно представить, насколько значимым был этот скачок для промышленности в части конвейерного производства и сборки, подбора запасных частей, деталей и оперативного ремонта. Через два года после начала военного конфликта с Германской империей французы, англичане и их союзники располагали уже более чем 10 тысячами самолётов. Всего их было построено более 100 тысяч. Это было прибыльным делом. Боянам всегда требовались всё более и более мощные самолёты, чтобы устанавливать на них всё более мощные орудия, чтобы с их помощью уничтожать как можно больше врагов. Именно в те годы пропагандистскими кругами всех воюющих стран была создана легенда о воздушных асах, пилотах-рыцарях, лётчиках и стрелях, которая зачастую компенсировалась дерзостью, как это было в случае бельгийской лётчицы Элен Дютрию. Адольф Пегу, известный тем, что первым выполнил мёртвую петлю, часто брал на борт красивых спутниц. Им разрешалось только на всё смотреть, но ничего не трогать. А это добрый знакомый пионер авиации Шарли Вуазена, который со своим братом Габриэлем построил самолёт англичанина Генри Фармана, чемпиона Франции по велогонкам и пилота-любителя. Именно Фарману принадлежат все первые авиационные рекорды. Вскоре появились и богатые покровители. Светская жизнь била ключом, начались званые приёмы, как было в Бельгии в 1908 году, когда Фарман взял на борт первых пассажиров в Европе. Крупные издания предлагали большие денежные призы. В 1909 году лондонская газета «Дейли Мэйл» объявила награду в 25 тысяч франков первому лётчику, который пересечёт пролив Ла-Манш. Первым претендентом на награду стал богатый бельгийский плейбой Хуберт Летхэм, знаменитый своей вездесущей каскеткой. Его привлекала любая опасность, будь то самолёты или охота на диких животных. Летхэм выбрал для полёта Антуанетту, аэроплан конструкции талантливого инженера Левасёра, известного созданием первых судов на подводных крыльях. У Летхэма были все шансы преуспеть в этом мероприятии и получить... Это произошло почти сто лет назад. Управляемый человеком аппарат впервые поднялся в воздух. Не больше, чем на одну минуту, на высоту всего нескольких метров. Но эти метры стали гигантским прорывом вперёд. В годы мира и в годы войны. Совместное производство телеканала «Франс Труа», «Ин Энтерпрайз», «Лобстер Филмс», «Оси Ан-Си» при участии «Суисс Роман Тивилизю». «Крылья славы», часть первая. Автор сценария – Даниэль Костей. Режиссёр – Кристиан Гарциани. Композитор – Ричард Сандерсон. У человека всегда была мечта о полёте. Но первые попытки её ухвощения, подражать птицам, оказались неудачными. Хотя первые конструкторы придавали этому направлению инженерной мысли большое значение. Вскоре интерес к авиации появился и у военных. В конце 19-го столетия французская армия потратила, в современном выражении, более 2 миллионов евро на проект парового летательного аппарата Климента Адера, который так и не поднялся в воздух. Однако Адер первым дал название будущим машинам – самолётам. После долгих неудачных попыток в Европе был наконец-то создан первый настоящий управляемый самолёт, авторами которого стали два велосипедных фабриканта – братья Уилбер и Орвилл Райты. Им удалось подняться в воздух при помощи рельсовых направляющих и катапульты с противовесом. В 1908 году они взяли на борт репортера с кинокамерой. Так родился новый жанр кинематографии. Вот первые в истории кадры воздушной съёмки. Безусловно, такие возможности не могли пройти в стороне от военных. Отныне слова война, киносъёмки, авиации стали неразделимы. Создатель первых итальянских гидропланов Марио Хальдерара также брал с собой на борт кинокамеру. Снятые им кадры производили неизгладимые впечатления на военных и широкую публику. Безусловно, когда случались аварии, как это, с самолётом Луи Бреге, без кинрепортеров дело тоже не обходилось, ведь зрелище было весьма захватывающее. Опасность всегда привлекала зевак и позволяла заводить знакомства. Среди пионеров авиации было немало и женщин. Ведь это были годы зарождения движения феминисток. Мечтой женщин тех лет были спорт и приключения. Отсутствие у них опыта, чить награду. Но 17 июля 1909 года его самолёт взлетел и почти сразу же упал в воду. Разочаровавшись в авиации, Хуберт отправился в Африку, где вскоре погиб от рогов Буйвола. У его конкурента не было огромного состояния. Этот 37-летний Зоро передвигался при помощи костылей. Его звали Луи Блерью. Он был фабрикантом автомобильных фар из Ной Лип, и любовь к самолётам довела его до разорения. Он едва не сгорел в самолёте собственной конструкции, и тут же приступил к созданию новой машины с трёхцилиндровым двигателем фирмы «Анзани» мощностью в 25 лошадиных сил. В воскресенье 25 июля 1909 года пилот отправился в путь с восходом солнца по требованию газеты «Дейли Мэйл», вскоре напечатавший на своих страницах, что Англия больше не остров. За 37 минут Луи Блерью круто изменил ход истории. Вот почему сотни тысяч парижан вышли на улицы города, чтобы его поприветствовать. Военные заказали 300 экземпляров этого самолёта. Итальянцы использовали его для бомбардировок во время боёв в Ливии, что стало причиной массовых протестов, так как Гаггская конвенция 1899 года запрещала бомбардировки с воздуха. Так, в конце концов,